Все, что зависело от действий администрации области, от МЧС России, все сделано было в оперативном порядке. Достаточно долго получали разрешение на вылет бортов с тем, чтобы забрать наших жителей. Но все то, что было организационные моменты, по нашей оценке, прошли на очень высоком организационном уровне. Как себя чувствуют дети? Состояние удовлетворительно. Предположительно, 4 человека, из прибывших этим бортом, сейчас будут направлены в лечебные учреждения с тем, чтобы посмотреть их состояние. Сильно больших тревог в состоянии здоровья пока никого не вызывает, по предварительным оценкам. Сколько детей остались в бельгии? Всего там осталось 10 человек, двое из которых, к сожалению, погибших. 5 человек находятся в различной степени тяжести, состоянии, получившие травмы. Ну и трое родственников, которые их сопровождают. А двое погибших, это двое детей или это речь? Речь пока идет об одном взрослом, одном ребенке. Угрожает ли кому-то опасность? Этой информации пока у нас нет. Сейчас проводится изучение состояния здоровья совместной комиссии медицинских работников бельгийских и нашей медицинной катастрофы российской. Дети сейчас находятся в довольно непростом психологическом состоянии. На протяжении всего полета в самолете сопровождало 4 психолога и 2 медика их. И, конечно, мы должны сказать, что дети нуждаются в дальнейшей психологической помощи, не только медицинской, но и психологической. И эта помощь, возможно, будет не такой уж и быстрой. В течение года за детьми обязательно должны наблюдать психологи. А родители в каком состоянии? За состоянием родителей что же наблюдаете? С нами в самолете летело не так много родителей. И, конечно, больше волнуются те родители, которые оставались дома и ждали детей и находились в состоянии неизвестности. Поэтому с ними здесь, в Волгограде, тоже работали психологи. И, конечно, те родители, которые встретили своих детей сейчас, ну, наверное, они уже в более хорошем состоянии, чем те, которые ожидают детей, которые плютят вторым бортом, которые находятся в тяжелом состоянии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!